Сегодня 6 марта 2022 года. Нахожусь в плену в Полтаве. Зовут меня Тимошков Евгений Игоревич. По должности радист. Служу в войсковой части 52-634 в Нижнем Новгороде. 96-я отдельная бригада разведки. Родом из Пермского края, город Аханск, улица Белинского, дом 7, квартира 1. Попал на Украину и 9 февраля отправили на эшелон, посадили. После этого добрались с эшелоном до Воронежской области, затем к колонной доехали до Белгорода. Несколько дней дислоцировали в Белгородской области, неизвестно в каком населенном пункте. И 24 числа в 5 утра по тревоге собрались в составе колонны и пересекли границу с Украиной. Точнее дату? 24 февраля 2022 года. В 5 часов утра. Вот. Дальше. После пересечения границы двигались в составе колонны. Какая задача была? Задача была, надо доехать до точки и вести наблюдение. Все. Доехали до первого ближайшего населенного пункта, где попали в отполный обстрел. После чего покинули машину в связи с обстрелом и скрылись в лесу. В лесу мы блуждали несколько дней. Затем блуждали, как блуждали, потерялись или искали что-то? Скрывались, базировались. Искали пути отхода. Эвакуации так и не было. В итоге группа разделилась на 5 человек, одна половина, вторая. Где-то человек на 10-11. Я был в составе группы, где 5 человек. На конкретную точку командир группы не пришел. В итоге наша полгруппы решила двинуться сама в сторону границы. Добрались мы максимально до границы, до поселка возле границы, где нас взяли в Большую Писаревку. Под Писаревкой мы попались военнослужащим Украины. После чего я получил во время боя ранение. Вы оказали сопротивление? Оказал сопротивление. Единственный командир группы оказал сопротивление. После этого открыли огонь по всем нам. В итоге меня с ранениями доставили в Большую Писаревку, в больницу. После чего оказали первую медицинскую помощь. После чего военнослужащие Украины отвезли в ГОСУ, в больницу города Вахтырка. Где я пробыл несколько дней, мне оказали тоже операцию, сделали на живот полностью. И после чего меня отправили уже в Орд Полтава. И по сей день я сейчас нахожусь там в плену. Понятно. Что хочешь сказать? Что? По поводу единого. Украинский народ и без нас здесь и так неплохо живет. Наши только как фашисты и оккупанты здесь находятся. Им здесь не место. Родителям передашь что-то? Хочу огромный период передать родителям и в надежде, что я скоро вернусь к вам. Очень вас люблю. В каких вооруженных конфликтах еще принимал участие? С 11 февраля 2018 года по 3 мая 2018 года в Сирийско-Арабской республике. Какие задачи ты выполнял? Был дежурным телефонистом. В составе какого подразделения? Управление разведбатальона. Понятно. Продолжение следует...